Каким будет паводок 2018? Сотрудники МЧС сообщили, период весеннего половодья начался. Приток Талых Вод в Камском водохранилище достиг 1000 кубометров в секунду. Специалисты экстренных служб сейчас отрабатывают все возможные сценарии развития ситуации, в том числе и самые неблагоприятные. Подробнее расскажет Юлия Зыкова. Это кадры двухлетней давности. Река Инева тогда вышла из берегов. Часть территории Кудымкара попала в зону затопления. Несколько десятков жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Пострадал от большой воды и Кунгурский район. Паводок стал проверкой для экстренных служб. В эти дни их специалисты проводят совместные учения. Говорят, половодье 2018 началось. Бурного паводка мы не ожидаем. Почему? Потому что снегозапасы, влагозапасы, промерзание грунта и ряд других показателей, они близки к норме, либо ниже нормы. Поэтому во многом будет зависеть, конечно, от погодных условий. Если будет что-то из ряда вон выходящее по погодным условиям, тогда, конечно, мы будем иметь какие-то негативные проявления. Но на данный момент этого пока не предполагается. На учениях отрабатывают самый неблагоприятный сценарий, напоминающий ситуацию 2016-го. Резкий подъем воды в реке, затопление жилых домов, повреждение линий электропередач. Несколько десятков человек пострадали от переохлаждения. Нуждаются в медицинской и психологической помощи. Здесь развернут полевой медпункт, где специалисты оказывают первую помощь и отправляют пострадавших в медучреждение. Мы выезжали в Кунгур. То есть у нас выезжал начальник медицинской службы, который находился там неделю и непосредственно занимался оказанием помощи пострадавшим. Работа была полностью выполнена. Пункт оказания психологической помощи тоже оснащен специальной техникой. Этот прибор, измеряя давление и пульс, помогает определить психофизическое состояние человека, а виброакустическое кресло снизить уровень тревоги и депрессии. Все это используется для эвакуированных из зоны бедствия. Потому что у людей было стрессовое состояние, потеря имущества. Некоторые даже, ну так скажем, долгое время находились в одиночестве, не могли помощь получить тоже. Получается, реабилитировали их после этого всего. Прибыли сюда и связисты. Этот передвижной комплекс на базе автомобилей «Урал» способен добираться в отдаленные и труднопроходимые территории и обеспечивать экстренные службы устойчивым каналом связи. Тут цифровая радиорлейная станция, «Контакт» называется. В данный момент она используется для формирования цифрового тракта двухмегабитного. Мы предоставляем по нему в данный момент услуги интернета. Подобные учения сейчас проходят во всех регионах страны. Они продлятся три дня. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.